В службу 112 Москвы поступило сообщение о возгорании в металлическом ангаре, расположенном по адресу улица Новомещерский проезд, владение 7А, строение 1. На место происшествия были высланы силы пожарно-спасательного гарнизона города Москвы, в том числе расчеты ПСО номер 203, 205, 206 и 207 пожарно-спасательного центра Москвы. Происходило горение по всей площади ангара. Была угроза перехода огня на соседний склад с запчастями и автомастерскими. Площадь пожара составила 400 квадратных метров. Было создано три боевых участка для тушения пожара и защиты соседнего склада. Пожарные подали 8 стволов, в том числе лафетный, установленный на подъемный механизм. Также были поданы два пенных ствола. В 19 часов 13 минут пожар был ликвидирован. Пожарно-спасательные подразделения провели разборку и проливку конструкций во избежание повторного загорания. В городе Московском произошел пожар в жилом здании 1-го микрорайона. Инцидент произошел по адресу 1-й микрорайон, дом 32. Очевидцы наблюдали открытое горение квартиры на 9-м этаже. На место ЧП прибыли пожарные, которым впоследствии удалось оперативно справиться с возгоранием. Как позднее удалось установить, возгорание в квартире произошло из-за короткого замыкания в розетке. Площадь пожара составила 18 квадратных метров. На момент пожара в квартире никого не было. Пострадавших в результате инцидента нет. ДТП в центре Москвы. На Спартаковской улице водитель кроссовера совершил наезд на велосипедиста. Велокурьер на двухколесном транспорте объезжал место проведения дорожных работ и не пропустил попутный транспорт, чем в итоге и спровоцировало столкновение. О состоянии велосипедиста не сообщается. ДТП на юго-востоке Москвы. В субботу утром на юго-востоке столицы произошло ДТП с участием трех единиц техники. На Волгоградском проспекте столкнулись автомобили Рено Клео Символ, Лада Приора и Мерседес. Водитель автомобиля Рено, двигаясь по Волгоградскому проспекту в сторону центра, не справился с управлением и столкнулся с попутной Ладой по касательной, которую в свою очередь развернула и в соседнем ряду она по касательной задела Мерседес. Рено, продолжая движение по инерции, занесло и он врезался в отбойник. После столкновения Рено развернуло против движения и в таком положении автомобиль еще протащило несколько метров. Очевидцы ДТП вызвали на место сотрудников ГИБДД и скорую помощь. В результате ДТП травмы получил один человек. Ему потребовалась госпитализация. Обстоятельства ДТП будут установлены в ходе расследования. ДТП на юго-востоке Москвы. Столкнулись автомобиль Hyundai i40 и рейсовый автобус Leas 52-92. Водитель легковушки двигался по второму Грайвороновскому проезду в районе дома номер 6. Он не справился с управлением. Автомобиль повело вправо к обочине, где он врезался в бордюр, после чего машина, поменяв траекторию движения, вылетела на полосу встречного движения. Там Hyundai врезался в автобус, который, в свою очередь, также отбросило правее. Затем он выехал с проезжей части и врезался в дерево. На момент ДТП в салоне автомобиля Hyundai находились водитель и пассажир. Управлявший автомобилем получил открытую черепно-мозговую травму и скончался на месте происшествия. Пассажир с многочисленными травмами был госпитализирован. В салоне автобуса находились пассажиры. Ни они, ни водитель автобуса травм не получили. На месте ДТП работали экстренные службы города, сотрудники ГИБДД, специалисты дорожного патруля и следственно-оперативная группа. Предварительно ДТП произошло по вине водителя Hyundai. Не исключено, что при движении он мог нарушить скоростной режим, что в итоге привело к тому, что он не справился с управлением. Продолжение следует... ГИБДД В ходе рейда сотрудники ДПС уделят особое внимание участкам улично-дорожной сети, прилегающим к транспортно-пересадочным узлам, торговым центрам, станциям метрополитена, гостиничным комплексам, железнодорожным вокзалам и автостанциям. По статистике госавтоинспекции за два месяца 2022 года в столице пресекли более 76 тысяч нарушений правил дорожного движения со стороны водителей такси. С начала года на дорогах Москвы зарегистрировано 1020 ДТП. При этом в каждой четвертой аварии 26% участвовали автомобили такси. В этих происшествиях погибли три человека, и 340 пострадали. ДТП в Балашихе. Опрокинулся фургон «Газель-Некст». Информации о пострадавших нет. Очевидцы полагают, что «Газель» могла опрокинуться из-за резких порывов ветра. ДТП на юго-востоке Москвы. Момент ДТП двух самосвалов зафиксировала уличная камера на Волгоградском проспекте. Водитель самосвала остановился на запрещающий сигнал светофора. Двигавшийся следом водитель второго самосвала, вероятно, отвлекся от дороги и не успел вовремя остановиться. О пострадавших информации нет. Сильный ветер повалил в столице 35 деревьев в субботу 26 марта. Также есть поврежденные автомобили. Сообщила в телеграм-канале пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы. По состоянию на 18 часов сильным ветром повалено 35 деревьев. Есть поврежденные автомобили. Городские службы оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья. Демонтируют поврежденные ветром конструкции. Говорится в сообщении. Так, на северо-востоке столицы из-за резкого порывистого ветра произошло падение дерева. При падении ствол дерева оборвал линии электропередач и задел несколько припаркованных автомобилей. На место ЧП для устранения последствий прибыла бригада коммунальных служб. В пресс-службе также предупредили, что порывы ветра до 20-25 метров в секунду сохранятся до конца дня в воскресенье 27 марта. И призвали жителей и гостей города быть предельно внимательными на улицах. Субтитры делал DimaTorzok На внешней стороне 38-го километра МКАД перед развязкой с улицей Павла Фитина произошло ДТП с участием четырех автомобилей. В результате один из участников ДТП фургон «Газель» опрокинулся на бок. Информации о пострадавших не поступало. На месте работали оперативные службы города. Сбой в работе светофоров привел к затруднениям в движении транспорта в центре Москвы. Оживленный перекресток в Таганском районе на пересечении Новоспасского проезда и 3-го Крутицкого переулка стал нерегулированным. Стоит отметить, что на данном перекрестке сливаются несколько потоков транспорта с интенсивным движением. Помимо этого регулируется и движение общественного транспорта трамваев. Однозначно, что переключение с режима желтого мигания светофора для такого участка дороги не является безопасным для всех участников движения. Дополнительно, очевидцы сообщают, что далее по ходу движения светофоры работают в штатном режиме, который регулирует выезд с соседних Динамовской улицы и Лаврова переулка. В связи с чем перекресток с основным автомобильным трафиком остался без регулировки, не сообщается. К месту прибыла аварийная бригада для устранения возможных причин неисправности работы светофоров. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 Местные жители, ставшие свидетелями ЧП, вызвали на место пожарных. К моменту прибытия первых пожарно-спасательных подразделений гараж был полностью охвачен огнем. Внутри находился автомобиль. В результате возгорания кузов машины выгорел полностью. Обстоятельства возгорания будут установлены в ходе экспертизы. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...